зову в сад она лежит на кровати пошли сейчас мы будем а как же мы будем других вызывать я сегодня занимаюсь обрезкой деревьев обрезал теперь надо мне утащить ветки а я пошел туда и по привычке одел теплые штаны куртку сейчас вон джинсы одел курточку легкую сегодня 20 градусов тепла хоть и солнце ну что вы сони фасоне или там столько страсти вокруг тебя пошли еще и тебе никому не отдали а уже некоторые честно на говно и зашли пошли пошли я помню когда еще год назад когда он одну ночь переночевал здесь в будке нашем же дворе только в другом месте сколько было вздыхание там там тогда пришлось чистку хорошую провести на канале просто злобы посыпалась столько что пришлось удалить некоторых ну как заблокировать я потом-то разблокировал их ну на тот момент я почему-то не мог терпеть вот эту откровенную ненависть иногда некоторые люди собак ставят выше людей я этого не понимаю я люблю собак ну не надо же ставить их во главу и во имя собаки оскорблять людей ну как-то я думаю это неравные силы и вот сейчас тоже нет просто подумал что конечно конечно я очень переживаю никто не знает как происходит когда не схватывается там не только лопаты вход идут там все чтобы разнять чтобы однажды я когда у меня была операция помните я приехал на машине они задрались я не мог их разнять лирика с марсиком полчаса не в этой схватке были а мне больше трех килограмм нельзя было поднимать я водой лил я литров 20 или 30 воды вылил на них бесполезно и только через полчаса я вышел так крикнула них они отвалили друг от друга просто уже сил не было и еле дыша распользовались в разные стороны в кусты и конечно марсик уйди не надо мне такая дружба конечно я понимаю что кто-то привык к лирику хочет его видеть на канале да ко всем бульдожкам привыкли и к мирке и краде и к жорке и к марсику ну когда во главе всего стоит безопасность собак всех смотрите марсик еще одна-две гематомы еще может быть и кровоизлияние в мозг быть рада осталась с одним глазом если она нападает на лирика что ты сделаешь она то дружит с ним то нападает на него собаки одним словом а тяпнет останется без глаза а что слепая собака хоть усыпляй а вы вот те вздыхатели что ой слюни пускаете сухарик бы какую-нибудь лирику прислали бы в поддержку это было бы больше пользы а я прислушиваюсь реально к розе к ольге йозефу к роману макару да еще многие на тут-то реально пусть даже не сухарик там часть я сделаю паузу там позвонил те люди кто реально заботится о собаках конечно для меня имеет авторитет на первом месте это роза я скажу что не только там те же ошейнички так они обрадовались собачку телек до сих пор ходит в ошейнике как ему прислали вот это забота я понимаю а пускать слюни и кудахтать ох ох пути пути ну извините я считаю что сначала дело а потом вздохи а пустые вздохи я не буду слушать которые ничем не подтверждены вот я люблю лирика вот вы с ним прожили и ваша жизнь чуть ли не весь смысл жизни пишет 1 в лирике ну извините у меня смысл жизни есть немножко и в другом не только в лирике что-то вы слишком меня уже это самое мелко цените мне много смысла в жизни а лирик один из них а то прям это главный смысл но пишет всякую ерунду и вы знаете я скажу так что случится что-то трагедия да и все и куда эти люди денутся которые переживали за лирика что он будет скучать в серьезе как он будет включать да он серега провел больше времени чем со мной с серегом провел сто процентов а со мной 30 процентов чувствуете разницу я бываю здесь только в том случае когда ролики снимают там или что-то делаем а серега 8 часов здесь и и 8 часов возле него находится лирик вот прикиньте как я могу заменить серегу да никак еще один вариант построить сереге здесь дом где-нибудь и переселить его сюда как-то так и вот я снимаю это обращение к тем людям которые ну честно говоря вот ветер видите какой был повалил явно неадекватным людям которые берега попутали оторвались от реальности путают одни ценности с другими привет них них и что-то мне советует или знаете что еще самое смешное открывает меня глаза на лирика что вот он же с вами вырастут а я вроде бы этого не знаю и о да вы что правда лирик со мной вырос а я не знал а я думаю откуда эта собачка взялась конечно 12 лет он живет у нас и мы его не на живодерню отправляем и не выкидываем на улицу а просто я хочу серёгой поговорить еще может серёга что скажет я как а то сказать без меня меня женили конечно я заинтересую его там дам и на корм и корм все чтобы он не был в тягость лирик серёга его любит лирика он его слушает он меня не слушает а лирика слушает потому что лирик для него авторитет и вот когда я снимаю собачек хожу вожу камеры все думают что вот она и есть такая жизнь нет земляне реально же совсем другая здесь такие вещи происходят которых вы даже не догадываетесь да и не надо вам об этом догадываться как-нибудь сами разберемся что к чему как и любой семье есть свои плюсы и минусы так что я как бы во главу всего держу это безопасность животных наших это прежде всего потому что я помню когда мирка жорка и марсик напали еще не было рады напали на лирика втроем я еле-еле отбил а ведь они могли бы закрыть бы а это было еще года три назад давно и сейчас бы речи не было бы о лирике но я не понимаю тех людей которые в усладу своих амбиций то есть но как бы им хочется видеть лирика на канале а им плевать о действительности какая может быть жестокая реальность произойти они об этом не думают и не хотят думать это люди вот которые думают только о себе вот они любят лирика в себе не просто собачку как собачку а именно его в себе вот вы поняли о чем я говорю какая любовь бывает как я люблю собачку а ты вздумайся каким образом ты любишь ты подумал о ней ты хоть что-то проявил какую-то заботу они никакой просто ути-пути и все я уже с тобой здоровался вот земляне я обращаюсь ко всем с тем что перестаньте нагонять истерию на канале не к чему это мне тут виднее что к чему я знаю лучше ситуацию обстановку здесь чем вы а советовать мне или открывать глаза на то что лирику настолько лет прожил и что вот если бы не они бы я бы не знал бы как мне дорог лирик но если он мне не дорог лирик так тем более зачем вы тогда меня заставляете делать его дорогим для меня но я образно говоря а если он дорог и я с ним расстаюсь то конечно я наверное 500 раз подумал что и как а потом уже принял такое решение вернее не приняла принимаю только только думаю и все что и как потому что мы пытались тогда помните отсадить лирика здесь поселить саду так сколько было вони по этому поводу что все жизнь собаки испортили его душевная организация пострадает думает о душевной организации лирика о безопасности всех собак не думают пойдем ли я думаю в совокупности что во первых серёга знает лирика давно он его любит и тот и тот он видели какие присылает ролики как лирик при нем себя ведет а он никогда в жизни при мне так себя не вел я честно говоря не такой уж и собачатник как некоторые думают что я прям без ума забочусь о собаках но такой вот ювенильной любви у меня нету чтобы я прямо целовался с ними обнимался там в кровати собой укладывал мне этого нету фанатизма поэтому те кто пишет как бы но в кавычках защиту лирика ну извините вообще-то позвольте мне решать что здесь сделать и как и я вообще-то мог бы эту тему и не затрагивать молча отдать лирика и все и никто бы и знать не знал бы где он и чего и я не обязан ни перед кем отчитываться своих действиях но поскольку у нас канал как бы такая большая семья я сказал что у меня вот есть два десятка подписчиков которым я прислушаюсь которые что-то делают для канала примеру там тамара истомина она пишет стихи она поддерживает канал дмила морозова она тоже такие комментарии пишет интересные колоритные я просто двоих там же еще еще 18 человек которые явные друзья канала не случайные такие знаете которые думают только о том как бы развлечься они приходят развлечься на канал а те которые нагрузил те которые на самом деле друзья канала они понимают любую ситуацию в любом виде и не думает только исключительно о себе ну что все сказал может быть что-то забыл потому что когда выключишь камеру тогда мысли сразу же приходят а потом так я скажу что это решение отдать лирика она не навечно а на время когда что-то успокоится устаканится встанет на свои места марсик уже не молодой у него что-то может щелкнуть какой-то гельштамм произойти голове щелк и вот так и все и перестал драться потому что уже сил не будет а как мне некоторые советуют пишут что вы там возьмите дрессировать то есть но знаете я никогда не дрессировал собак и и не собираюсь этого делать живут живут как живут конечно иногда я сожалею о том что вот такой у нас получился винегрет французы и дворняжки ну или корги лирика многие называют корги они не дружат все никак бывает хорошо хорошо потом раз и драка на ровном месте все просто из-за такой маленькой вот горошинки ну как рыбий корм там или еще что-нибудь или просто так на ровном месте раз и подрались и что я всегда рядом а если меня нет что тогда куда денутся эти вздыхатели да есть знать не буду кто там вздыхал потому что они сразу в сторону уйдут сказать ну да мы с не думали что так получится надо же как получилось а жалко конечно там выбили глазик или еще что-нибудь или загрызли марсика или загрызли лирика мы не думали что так может получится мы же хотели вечно его смотреть на канале любоваться им я тоже работаю ветки ношу они меня окружают рядом хрюкается 5 марсик с дороги марсик а то пишет вот бульдоги позже появились да неважно кто позже кто раньше на что это влияет ни на что вопрос то что они сразу же стали враждовать и мне что надо было не заводить бульдогов а чтобы один лирик жил а потом там через двадцать лет завести бульдогов этого хотели что ли и потом честно скажу так положа руку на вот это вот дерево на тютина я скажу все это вот эти вздыхание это все в защиту лирика это знаете что это лицемерие лукавство потому что как только я начинаю показывать лирик одного тут же просмотры падают комментарии падает может быть даже третьей части не будет зрители которые готовы смотреть на лирика поймите что ведь привлекает а французские бульдоги вон яблочки мирка есть они привлекают и канал собственно говоря благодаря им держится они лирику так что давайте господа хорошие не вздыхать а думать здраво и вот я читаю комментарии розы она конечно любит лирика мне было похоже собачка она рассуждает здраво и говорит что да все может быть все может быть лучше быть предусмотрительным чем быть знаете каким безразличным как многие неудобно конечно все это делать одной рукой и снимать пожалуй я все сказал что хотел и и и и и и и знаете что ну так же как вот зараду показал ролик там с глазиком написала там светлана князева еще там несколько подписчиц по поводу как практически вылечить глазик и все остальные просто повздыхали перевернули страницы и забыли об этом все и эта тема больше не существует перестала существовать так и лирик покудахтает покудахтает и и точно так же забудут все и никто о нем и не вспомнит даже где он и как он и будут опять же смотреть на марсика на мирку на рада на жорку вот чем не обидно что да марсюшка пойдем эти яблочек дам марсик пойдем там яблочки есть райски марсюха нашел что-то живет я не знаю как будет конечно это все мероприятие по переселению лирика будет он сюда приходить не будет может ему там будет хорошо но в принципе миллионы собак живут в худших условиях еще раз говорю что все ведь лирикаш отправляет не на живодерню а к его любимому сереге которого он честно говоря любит больше чем меня этого почему-то никто не хочет признавать а я это знаю так ну что буду выключать камеру хватит страсти мордасти марсюшка пойдем на радость калины еди мне когда радостно на душе я всегда ем калину и лицо мое сразу становится таким знаете умильным умильным вы бы посмотрели какое мне делается лицо когда я ем калину скриптум я когда пришел домой но 10 дней назад или неделю там и увидел что творится поломанная лопата весь снег в крови истерзанный лирик покусанный марсик все порожки в крови все я это все вымывал вычистил и вот все было вот вот цвета вот этой калины и честно говоря вот тогда я принял решение что надо разделять чтобы это был последний раз они еще один раз вы поняли меня чтобы это был последний раз